На Востоке удивить могут лично для меня две команды. Это Вашингтон и Шарлотт, которую вообще американские аналитики не видят среди команд в плей-офф. Команда приобрела молодого прогрессирующего защитника Лэнсон Стивенсон, который подписал трехлетний контракт, и он просто обязан сделать игру этой команды сильнее. Плюс к тому же Стив Клиффорд уже второй сезон будет проводить в этой команде, и ему как никому другому видно, в чем плюсы и минусы этой команды, и он знает, как ее развивать. Если говорить о Вашингтоне, то это, в первую очередь, приход Пола Пирса, который не может сказаться негативно на любом из баскетболистов в той команде, в которой он выступает. Он делает своих партнеров сильнее, он делает свою команду сильнее даже в том возрасте, в котором он сейчас находится. Плюс там есть еще один дядька, наставник Андре Миллера, и команда с одной из самых сильных пар защитников Брэдли Билл и Джон Уолл, и с таким сочетанием больших и опытом Пола Пирса вполне можно замахнуться даже на победу Восточной конференции, при определенных, конечно, раскладах. Одной из главных команд, которые способны упасть низко в следующем сезоне, это, конечно, Индиана Пейстерс. Команда потеряла стартового атакующего защитника, команда лишилась жуткой травмы Пола Джорджа, и команда, в которой и так иногда и даже часто было очень сложно показывать максимальный атакующий уровень, набирая там 100 очков, даже не дотягивая иногда до 90 очков. Пока очень тяжело сказать, где этой команде найти внутренний резерв, чтобы заменить хотя бы атакующую мощь этих двух баскетболистов. Поэтому, наверное, Индиана одна из главных претендентов на самое низкое падение на Востоке. Но опять же, такой командой может в определенных раскладах стать Майами, но, наверное, все-таки падение Индианы будет более ощутимым и более болезненным.